Я покажу с помощью каких устройств можно передать Wi-Fi на многие километры, чтобы пользоваться своим интернетом на даче, работе, учебе, так где угодно, хоть в поле. И проверю, какого максимального расстояния и скорости можно добиться. Для начала выберем подходящую Wi-Fi точку доступа. Наиболее перспективными, на мой взгляд, является оборудование фирмы Ubiquiti. Это Nano Station, Nano Bridge, Air Grip и Nano Beam. Эти точки доступа отличаются высокой надежностью, за что их полюбили провайдеры связи. И в отличие от другого профессионального оборудования, их легко настроить. Имеется широкий выбор для разных дистанций. Кстати, можно значительно увеличить дальность Nano Station, если прикрутить его к спутниковой тарелке. Из недостатков можно отметить относительно высокую стоимость. Но есть и подешевле вариант. Оборудование TP-Link. К примеру, у этой наружной точки доступа встроена достаточно мощная антенна. И по дальности она даже сильнее, чем Nano Station. Но у TP-Link менее надежное программное обеспечение. Поэтому раз в месяц может зависать. И чтобы восстановить интернет, будет требоваться перезагрузка. Именно поэтому их не любят провайдеры. Но для личного интернета они вполне подойдут. Есть еще более дешевые варианты от китайских производителей. Но они не только менее надежны, но и имеют более слабые антенны. При желании можно сделать самодельную Wi-Fi антенну. У меня на канале есть подробная видео инструкция, как это сделать. Теперь давай разберемся, как правильно подключить точку доступа. В комплекте к Wi-Fi точке доступа идет блок питания. Но кабель питания тянуть к самой точке доступа не нужно. Так как здесь используется так называемая технология ПОЕ. Когда питающее напряжение подается по тому же кабелю, по которому передается интернет. Поэтому для правильного подключения точки доступа нужна восьмижильная витая пара. Один конец, который подключается непосредственно к точке доступа. А второй конец к блоку питания ПОЕ. Второе свободное гнездо на блоке питания соединяется с любой витой парой. Хоть восьмижильной, хоть четырехжильной. С компьютером для дальнейшей настройки. Для примера покажу как настроить NanoStation. Включаем его в сеть. И после того как загорелись светодиоды, рекомендую сбросить его до заводских настроек. Зажав кнопочку Reset на 10 секунд. Теперь вбиваю в настройках сетевой карты ПК IP адрес 192.168.1.22. Открываю любой браузер. И в адресной строке прописываю 192.168.1.20. Нажимаю Enter и попадаю на вход в настройки NanoStation. В поле логин и пароль прописываю UBNT. В графе страна выбираем Compliance Test. Это позволит использовать альтернативные каналы и максимальную мощность. Во вкладке Wireless можно выбрать режим, в котором будет работать наш NanoStation. Первый режим Station, то есть мы сможем подключаться к другим Wi-Fi сетям. Второй режим AP, так называемый режим точки доступа. То есть мы сможем раздавать Wi-Fi, как обычным роутером. Тут вводим название нашей Wi-Fi сети, а тут пароль. Ширину канала выбираем 20 МГц и прописываем частотный канал, на котором будет раздаваться интернет. Рекомендую заранее просканировать диапазон и выбрать свободный канал, чтобы не мешать Wi-Fi провайдерам, работающим в вашей местности. Во вкладке Network выбираем режим. Если оставить Bridge, то ваша сеть будет продлеваться по беспроводному каналу. Если выбрать сухороутер, то NanoStation будет работать как домашний роутер. И к нему можно будет подключиться с помощью телефонов и ноутбуков. В конце не забываем применить изменения. Установка и крепление. Для дальней связи Wi-Fi очень важна прямая видимость. Хотя из личного опыта могу сказать, что небольшие препятствия в виде верхушек деревьев и верхушек крыш почти не влияют на дальность связи. Но массивные бетонные здания могут уменьшить дальность связи более чем в 10 раз. Если у тебя нет прямой видимости до нужной цели, тогда обойти препятствия можно двумя путями. Первый, это закрепить антенну на крыше или на антенной мачте, как можно выше. Но если и этого недостаточно, тогда можно воспользоваться репитером и сигнал подать не по прямой, а на репитер, а с репитера уже до конечной цели. Таким образом обойдя препятствия. При установке антенны нужно следить, чтобы она располагалась строго вертикально. Даже незначительный наклон может ухудшить поляризацию сигнала и как следствие упадет скорость. Теперь настало время проверить, на что способны эти точки доступа. Я взял с собой Nanostation, ноутбук и два смартфона и отправился на скутере проверять максимальное расстояние, на котором будет хорошо работать скоростной интернет. Первые тесты я провел в условиях прямой видимости. Для этого раздающий интернет Nanostation я закрепил на крыше этого девятиэтажного здания. К моему удивлению, смартфоны видели мою сеть даже за 10 километров. А вот интернет стабильно работал у дешевого смартфона на расстоянии до 300 метров. А у более дорогого смартфона Sony аж до километра. При этом скорость остается достаточная для просмотра HD видео без запинок. Хотя со скоростью на таком большом расстоянии не все так гладко. Согласно показаниям спид-теста, скорость загрузки высокая, а скорость отдачи маленькая. Всего скорее это вызвано слабой мощностью Wi-Fi модуля в смартфоне. Но тем не менее это все равно отличный результат. Представь, ты можешь пользоваться своим Wi-Fi интернетом на километровом расстоянии. Но меня интересуют гораздо большие расстояния. Поэтому теперь я отправлюсь тестировать, на что способны наностейшены. 3 километра отъехал. 6 километров. 10 километров. А уровень сигнала на точке доступа показывают на максимум. Максимальное расстояние, на которое смог отдалиться 12 километров. При этом интернет работает удивительно стабильно. И на максимально возможной скорости для этого стандарта. На обратном пути я проверил, на каком расстоянии с помощью наностейшен можно подключиться к обычному домашнему Wi-Fi роутеру. И как выяснилось на километровом расстоянии, можно пользоваться интернетом, который раздается недорогим роутером. Ну что же, теперь настало время проверить, на что способен сверхдальний Wi-Fi в условиях плотной застройки железобетонными девятиэтажками. Прямая видимость полностью отсутствовала. И как следовало ожидать, дальность в разы меньше. К тому же наблюдала сильная нестабильность сигнала. В большинстве дворов Wi-Fi можно было поймать только в определенных местах. Интересно, что переместившись всего на несколько метров, сигнал менялся от нуля почти до максимума. Поэтому покрутив и поперемещав, передающую интернет и принимающую точку доступа, даже в таких сложных условиях можно добиться неплохих результатов. Но все же лучше поднять ее повыше. Как видишь, передать интернет на большие расстояния несложно. Мои друзья уже более двух лет пользуются интернетом, который передается одним наностейшеном. А принимаются десятком наностейшенов и нано-бриджей, расположенных у друзей на разном удалении. На удивление, качество такого интернета высокое. За два года ни одного зависания. А скорость не падает даже в часы пик. В следующем ролике я поделюсь личным опытом построения беспроводного моста. А ты поделись этой идеей с друзьями. Подпишись на мой канал и не пропускай новые выпуски.